За почти весь год на Колыме в ДТП погибли 11 водителей, 8 пассажиров, 3 пешехода и 1 велосипедист. Однако количество раненых снизилось на 14%. Наложено административных штрафов на сумму 75 миллионов рублей. Об этом рассказали сотрудники ГИБДД на заседании с губернатором Колымы. Более тысячи нарушений у колымчан, которые не имеют водительского удостоверения или лишены его. Специалисты постоянно проводят профилактику ДТП. Такие акции, как нетрезвый водитель, внимание, дети, пассажирские перевозки. За один из месяцев текущего года проведено 85 информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по применению детских удерживающих устройств, по профилактике ДТП с участием пьяных водителей и других. 363 занятия в образовательных учреждениях, 35 пропагандистских бесед по безопасности дорожного движения с личным составом различного рода ведомства. Почти 200 публикаций безопасности на дорогах разместили в СМИ. Также специалисты регулярно проводят радио и телеэфиры. На интернет-площадках разместили около 800 материалов. Сотрудники ведомства отмечают, такие меры снижают количество аварий на дорогах. Тем не менее, большой риск остаётся на Колымской трассе. «Это что-то страшное, дорога смерти. Не дорога жизни, а дорога смерти. Водители, говорят, все пьяные, пыль ищут. И, может быть, тот, кто попал на эту трассу первый раз и не имеет такого опыта вождения, ему действительно, знаете, как бы первый раз за рулём, в большом городе выехалось. И ему кажется, угрозы со всех сторон на него летят». Несмотря на это, больше всего пьяных водителей выявили в Магадане. После того, как нарушителя задержат, за машиной приезжает эвакуатор и увозит её на штрафстоянку. Губернатор поручил сотрудникам ГИБДД проверить эту процедуру.